Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неделя выдалась напряженной. На смену зиме с ледяными дождями в город пришла снежная. Работники коммунальных предприятий приступили к уборке снежных заносов с дорог и тротуаров рано утром до выхода на пча на работу. Каждый день и несколько раз в день в городе проводят уборку. Все службы работают в режиме повышенной готовности. Стихия нанесла серьезный ущерб по всей территории Кубани. Обледенели линии, провода оборвались. Деревья, простоявшие десятки лет, свалены. И самое странное и пугающее – опорные столбы тоже не выдержали испытания льдом. В Юровке оперативно устранили последствия ледяных дождей и провели профилактические меры. В Анапе объявлен режим повышенной готовности. В заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством губернатора Кубани Александра Ткачева принял участие глава Анапы Сергей Сергеев и представители всех служб жизнеобеспечения курорта. Вечером 28 января сильный порывистый ветер до 22 метров в секунду разгулялся между поселком Виноградный и хутором Капустина. Неблагоприятные погодные условия, осадки, дождь со снегом и в результате на деревьях, опорах и высоковольтных линиях образовалась ледяная корка до 5 сантиметров. Три опоры, не выдержав, обрушились. Полторы тысячи человек, проживающих в четырех сельских населенных пунктах Капустина, Нижняя Гастагайка, Красный Курган и Красная Скала остались без света. Бригады работников Кубани Нерго проработали несколько часов до полного восстановления подачи электроэнергии. Дополнительную помощь оказала администрация города, помогли специальной техникой и организовали дополнительные бригады рабочих. В результате слаженной и четкой работы утром 29 января в 6 часов 55 минут во всех домах жителей сельских населенных пунктов зажегся свет. Улучшение жилищных условий анапчан – одна из основных тем на прошедшем в администрации городском планерном совещании. Мэр Анапы Сергей Сергеев призвал чиновников доводить все начатые дела до логического завершения и привел в пример новый детский садик «Волшебная страна». Когда дети придут в новое помещение, каждая мелочь должна быть идеальной. Первый вице-мэр Светлана Яровая напомнила участникам планерного совещания о распоряжении мэра Сергея Сергеева в прошлом году создать условия для медицинских кадров и решить вопрос об улучшении жилищных условий бюджетников. Срок – две недели на подготовку и конкретные предложения по привлечению на курорт медицинских работников. Вспоминать тяжело, забыть невозможно. 27 января – 70-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня в городе на Неве проживают более 132 тысяч человек, награжденных медалью за оборону Ленинграда или знаком жителю блокадного Ленинграда. В Анапе – 33 ветерана-блокадника. 27 января, в день годовщины полного освобождения, для ветеранов организовали встречу в городском театре. И заместитель мэра Анапа Олег Костенко вручил старикам подарки от администрации города. 25 января – Татьянин день и день студента. Самое счастливое и веселое время – конечно, студенческие годы. В Анапе в 10 высших и среднеспециальных учебных заведениях обучается более 6 тысяч студентов. 25 января – День студентов и Татьянин день отпраздновали в Центре культуры Родина. На праздник к молодым людям пришел почетный гость – мэр Анапы Сергей Сергеев. На этой неделе анапчане провожали группу серебряных волонтеров в Сочи. За 10 дней до начала Олимпийских игр сборная серебряных волонтеров Анапы отправилась в Олимпийский город. И смотрите сегодня также в итоговом выпуске программы. Аномально низкая температура установилась на все территории европейской части России. Все службы Кубани работают в режиме повышенной готовности. Опасно для жизни и угрожает здоровью. МЧС и отдел гражданской обороны предупреждают – выход на лед категорически запрещен. Герои нашего времени – люди, пережившие зимнюю стихию. Итоги первого дня первенства России по тэквондо среди юниоров. И сейчас обо всем подробнее. Ледяной дождь, гололедица, снежные заносы. Зима проверяет анапчан на прочность и вместе с тем готовность анапских коммунальных предприятий. В режиме повышенной готовности работают дворники, операторы снегоуборочных машин. Очищают улицы, дороги, тротуары от снега и посыпают песко соляной смесью. Круглосуточная уборка. Сотрудники коммунальных служб Анапы работают на всех улицах города. В первую очередь чистят главные, центральные – пешеходные дорожки, тротуары и дороги. Посыпают песком, солью и специальными реагентами. В спальных районах тоже проводят расчистку и обрабатывают обледеневшие поверхности. Четвертые сутки, почти без перерывов, трудятся дежурные бригады. Уборка на дорогах ведется уже четвертый день. Задействовано более 10 единиц техники. Работы ведутся по основным проезжим частям, по второстепенным. Въездные улицы обязательно. Работы будут производиться по мере необходимости. Необходимость есть и, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни еще будет, пока режим повышенной готовности в городе еще не снят. Специалисты всех служб готовы оперативно справляться со снегом и с гололедом. Наталья Пухальская, Станислав Фалько. Анапа. Регион. В условиях зимней непогоды люди проявляют себя по-разному. Наш следующий сюжет о герое нашего времени. Каждый вечер в краевом оперативном штабе главы городов и районов докладывают ситуацию, сложившуюся на местах в связи с аномальными погодными условиями. Заснеженные трассы с многокилометровыми автомобильными пробками в Выселках, Кущевской, Крыловском, Тихорецком районах стали предметом обсуждения вчера вечером. Чтобы дойти до каждого водителя, оказавшегося в снежном плену, накормить его или эвакуировать в места обогрева, решили даже применять снегоходы, настолько занесены снегом автомобильные трассы. Проводивший заседание штаба Джампалат Хатуов, анализируя десятки примеров мужественной борьбы со стихией, подчеркнул. Сейчас сложилась ситуация, когда героические поступки уместны. Валерий Маскаков, водитель скорой помощи Гастагаевской подстанции, оказавшись этой ночью в плену снежной бури, о геройстве не думал. Да и о том, что у хутора Розы Люксембург его ждут на дороге глубокие снежные переметы тоже. Дорога была до этого снегопада почищена, потом снег слегка подтаял, который на ней находился. Там под этим сухим снегом был гололев. Четыре перемета мы проехали, а под пятым седловина в дороге была, автомобиль просто провалился. Ехала бригада на вызов к семейной паре, которая показала, что при растопке печки они угорели. Подышав свежим воздухом, муж женой дали скорой отбой. Да та уже всеми колесами сидела в снегу. Обстановку усложнял сильный снежный буран. Диспетчер позвонил одорожникам, прислали нам кое-какую помощь. Приехал трактор, правда без троса, без ничего, ну слегка вытолкал меня. Приезжали из Юровской подстанции, но матерчатый трос трактора порвался, забрали замерзающего фельдшера, а водитель на всю ночь остался в машине. Очень сильный ветер, выйти не было возможности. В шесть часов буран прекратился, расцвело, и немножко стих ветер. И выдавай по новой. Я вышел, и мне удалось за четыре приема выкопать автомобиль. Одеты были вот так же, да? Да, да. Свой поступок героическим Валерий не считает, хотя вполне мог бы бросить машину и идти домой. Его коллеги по работе потрясены таким мужеством, хотя у каждого есть в биографии что-то подобное. Все вместе отремонтировали скорую, сегодня отогревают героя дня чая. Валерий пришел на скорую помощь всего полтора месяца назад с междугородних автобусных перевозок. И на подстанции о нем говорят – он наш человек. Фельдшерский стаж Светланы Николаевны Тарабан – 56 лет. Она знает, что важнее всего на скорой. Ну, понимаете, ну, то же человечность должна, доброта. Скромные и замечательные люди Валерий Маскаков и Оля Вершинина, юный сельский фельдшер, вы нам дали сегодня хороший урок человечности. Спасибо за это. Любовь Евсеева, Станислав Фалько. Специально для Анапа. Опасно для жизни? Осторожно, лед. Сотрудники отдела гражданской обороны и спасатели МЧС предупреждают детей. Выход на лед категорически запрещен. И напоминают взрослым – следите за детьми и в целях безопасности «Откажитесь от зимней рыбалки на тонком льду анапских водоемов». Одно мгновение может оказаться роковым. Температура воздуха в последние сутки установилась на уровне минус 15. Вода в речке Анапки в городе и водоемы во всех сельских населенных пунктах покрылась тонким льдом. Корка слишком тонкая, не выдержит прогулок, катания на коньках и зимней рыбалке. В связи с угрозой для жизни и здоровья специалисты предупреждают. Обращаюсь к уважаемым анапчанам, к родителям. Самое дорогое, что у нас есть, это наши дети. В каждом сельском населенном пункте так или иначе есть какой-то водоем. Эти водоемы сейчас покрыты льдом. Лед на данный момент крайне хрупкий. Спасатели обследовали большинство водоемов. Они непригодны для выхода на лед. Критичное время нахождения в холодной воде – 3-5 минут. После 10 минут такого охлаждения летальные исходы почти неизбежны. Контролировать все объекты одновременно у спасателей нет возможности. Я обращаюсь ко всем родителям не допустить в эти дни выхода людей на лед. Также обращаюсь к руководителям предприятий, у которых на балансе имеются водные объекты. Поставить запретительные знаки, проинструктировать персонал. Ежечасно осуществлять обход этих водоемов. Если будут замечены дети вблизи водоемов, незамедлительно применить все меры для того, чтобы дети не вышли на лед. Потому что это на данный момент крайне опасно. Еще раз обращаюсь к родителям, что крайне опасен выход на лед. Прислушайтесь и сохраните свою жизнь и жизнь своих близких. Наталья Пухальска, Александр Кореневский, Станислав Фалько. Анапа. Регион. Столбик термометра в Анапе опустился еще ниже – минус 16 ночью. В связи с плохими погодными условиями мэр Анапы Сергей Сергеев дал задание ответственным службам – оказать помощь многодетным семьям, ветеранам и инвалидам. Сотрудники Центра социального обслуживания населения «Радуга» помогают социально незащищенным категориям. Подробности расскажет Светлана Авилова. В этот день от сотрудников Комплексного центра социального обслуживания населения «Радуга» гуманитарную помощь в Субсесском сельском округе ждали около 200 человек. Карина Клименко боится оставить мужа одного дома. Из-за высокого давления он часто теряет сознание. А в последнее время вообще перестал ходить. Ну не плачьте, конечно. Он не плачет, не плачет. Он же по немножко ходил, хоть выйдет на ходурки на этой. А теперь он вообще еле-еле встает, я ему помогаю подняться. Продукты в доме уже закончились. А по гололеду до магазина в нашем возрасте трудно дойти, отмечает Карина Степановна. И тут же добавляет. Молодцы ребята, доброе дело делают. В комплект продуктового набора входят крупы, сахар, консервы, мясные, рыбные. Продукты первой необходимости, в которых нуждаются граждане пожилого возраста. Продуктовые наборы приобретались, мы обращались к предпринимателям для того, чтобы сформировать продуктовые наборы, оказать посильную помощь гражданам. Люди откликнулись. У жены Юрия Александровича Приходько плохо ходят ноги, поэтому всю работу по дому выполняет сам. Может постирать, приготовить, хозяйство накормить. Продуктовому набору, конечно же, были рады. Теперь на неделю хватит. Аллу Ивановну Горбач приковал к постели артрит. Каждую зиму сильно воспаляются суставы. Родственники навещают редко, в основном внучка, которая приезжает проведать бабушку раз в месяц из Краснодара. Это все, что осталось от дома семьи Натальи Иваткиной после наводнения в Крымске. У нее шестеро детей, воспитывает их одна. Первое время приходилось жить в палатке, затем у родных, ютясь в небольших комнатах. Подолгу не видела детей, поскольку были они сначала в интернате, потом в детском лагере. Теперь она вновь хранительница домашнего очага. Новый дом в субсихии, полученный по сертификату, любящие ее дети и большая поддержка работников Радуги. До сих пор не может привыкнуть к мысли о том, что в ее жизни все плохое позади. Для нас, конечно, немножко дико, что вот все-таки какое-то внимание у нас этого не было. Вот у нас в Крымске было первое наводнение, я бегала что-то, 10 лет добивалась после первого наводнения. Ничего, только пытались лишить, забрать детей. Здесь как-то для меня это дико, что вот и продукты привезли, это спасибо большое. На новом месте Наталья занялась творчеством, рисует картины. Это зарождение новой жизни. А это счастливая женщина, у которой сбылись все ее заветные мечты. Вот только кошка Нелли иногда напоминает о былой жизни в Крымске. Ее сюда привезли оттуда, детям в подарок. Светлана Авилова, Максим Лагуша, Анна Паригел. Истина где-то рядом. Представители управляющих компаний, ТСЖ, председатели ТОСов и домовых комитетов попытались найти решение проблемы вывоза мусора. Светлана Авилова продолжит тему. В городской администрации председатель домового комитета номер 50 Ирина Григорова разводит руками. За вывоз твердых бытовых отходов в квитанции стоит значительная оплата за еще не собранный мусор. Эту услугу ввели постоянно, утверждает Ирина Владимировна. Причем договор с собственниками жилья никто не заключал. Удивляет и другой факт. Дом один, а тариф оплаты по каждому подъезду разный. Это вот шестой подъезд. Четвертый подъезд. Купи мне люди принесли. По поручению главы курорта Сергея Сергеева в администрации состоялось совещание по вопросам вывоза твердых бытовых отходов с контейнерных площадок, многоквартирных жилых домов, которые провел заместитель мэра Анапы Алексей Харитонов. Он делает акцент на том, что необходимо найти взаимопонимание между жильцами, управляющими компаниями и мусороуборочными предприятиями. Директор коммунальщика Валерий Калнаузов пытается оправдаться. Ситуация по вывозу ТБО изменилась еще в ноябре. В ноябре месяце мы получили письма от мусороперевозчиков, которые занимаются вузом мусора, о том, что у вас будет осуществляться мусор по факту, который сегодня происходит накопление. Выдали всем домовым комитетам предписание. И второе, мы всем предложили установить евроконтейнер. От представителей домовых и квартальных комитетов сразу же последовал вопрос, на основе чего были установлены тарифы. Полей у нас 165. Нам никто не подбрасывает. У нас как были контейнеры в двух подъездах, закрывается все. Но почему-то здесь тариф у нас 3,41. Откуда он взят? Мусор не прибавился, не убавился. Вот какой он был. Почему 3,41? Там 2, там 8. У нас 2,60. А у них 3,84. По словам Валерия Колноузова, сотрудники в декабре и январе проводили мониторинг вывоза мусора с контейнерных площадок. Вместо нормы в 0,2 кубометра с человека в месяц, по факту, было вывезено до 0,6. Получается, на каждый дом приходится разный объем мусора. Следовательно, и оплата иная. Но данное решение компаниями, которые занимаются вывозом мусора, было принято самостоятельно, без согласования с жильцами. Я требую от вас, назначьте график, выхода на место, приглашайте людей, в субботу назначайте 3 часа, домком, обеспечить людей, расставляйте. Если вы повышаете финансы у людей, людям надо рассказать, за что вы повышаете. Но это не дело, когда я приглашаю людей, с вас вожу, чтобы вы рассказали эту ситуацию. За наши спины спрятаться. Зачем? По мнению руководителя предприятия «Сити Кристалл» Анжелики Бузуновой, стоимость вывоза одного контейнера не увеличилась. А проведенный мониторинг показал, что предприятие вывозит больше мусора, чем оплачивают жильцы, в связи с чем и были увеличены суммы. Однако доказательств того исследования не видел никто. Ситуация взята администрацией города на строгий контроль. Люди не должны переплачивать за услуги, которые им не оказаны. Отметил Алексей Харитонов. К этой теме мы обязательно вернемся. Светлана Авилова, Максим Лагоша, Анапа Регион. И на этой же неделе активисты города завершили ремонт в помещениях, выделенных для работы. Напомним, по распоряжению мэра Анапы Сергея Сергеева советам микрорайонов выделено помещения, о которых председатели ТОС и квартальных комитетов давно мечтали. Готовятся к открытию два пункта приема граждан. Полуподвальное помещение площадью около 50 квадратных метров по адресу улицы Стахановская, 15А, преображается на глазах. Капитальный ремонт начался в конце прошлого года. И вот остались последние штрихи, как говорят строители, косметика. Здесь будет располагаться приемная совета микрорайона Восточный и депутаты избирательного округа номер 7 совета города-курорта Игоря Филимонова, а также база общественной волонтерской организации «Серебряный возраст». Ремонтные работы ведутся силами домкомов на привлеченные средства. Новоселье намечено на 1 марта. Располагается приемная в центре 12 микрорайона Восточный с выходом на объездную улицу. «Обратились за помощью. Администрация нас услышала. Спасибо Сергею Павловичу Сергееву, Сергею Владимировичу Яровой. Помещение нам выделили. Теперь у нас микрорайон Восточный с помещением, где мы теперь, наша общественность, старшие по домам, представители ТОСов, где мы можем теперь собираться, не так, как обычно, в подворотнях, на улицах, все, как говорится, на ходу. Теперь у нас есть постоянно свое помещение, где мы можем прийти. Сюда будут люди приходить, будем принимать. Все, что касается света, краски, вот начиная с кисточек и кончая масштабными такими, как говорится, вещами. Спасибо всем предпринимателям, тот, кто нам оказал помощь». А вот приемная совета микрорайона Южный готова к открытию. Осталось установить оргтехнику. Жителям легко найти это помещение на первом этаже дома по адресу улицы Ленина 171 в третьем А микрорайоне, где прежде располагался пункт участковой полиции. «Мы имеем возможность принять людей, поговорить с ними. В этом помещении будут проводиться встречи с депутатами, проводиться встречи с другими специалистами». Территориально в границе совета микрорайона Южный входит пять избирательных округов, депутаты которых могут вести прием по согласованному между собой графику уже со следующей недели. «Об этом жители узнают из объявлений, которые будут развешаны старшими по домам на досках объявлений в каждом доме». В совет микрорайона можно обращаться и по телефону 2-71-60. С помощью создаваемых советов микрорайонов власть сделала серьезный шаг навстречу людям. И к другим темам. Города славятся своими талантами. В Анапе одаренных детей ежегодно чествуют в городском театре. В этом году специальную премию главы города одаренным детям получил Денис Свистунов. Любовь к балалайке у Дениса появилась благодаря родителям. В семье 15 детей и все играют на различных музыкальных инструментах. Балалайка, царица русской музыки, понравилась Денису. Любовь к балалайке появилась у Дениса Свистунова благодаря родителям. В семье все играют на различных музыкальных инструментах. «Я 13-й ребенок, у нас 15. Все играют на разных инструментах. Каких? Две балалайки, две скрипки, две трубы, два саксофона». «То есть у вас сила оркестр?» «Ага». Какой освоить ему, над этим вопросом думать не пришлось. Своим звучанием нравилась именно она, царица русской музыки. Потому что на ней важно исполнять быстрые песни, веселые, задорные. Среди учеников детской музыкальной школы номер один Денис считается сильнейшим музыкантом. Он обладатель специальной премии главы города «Одаренным детям». Победитель городских конкурсов «Юное дарование» и «Созвездие талантов». Дипломант первой степени международного конкурса фестиваля «Алы Паруса». И лауреат всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах «Кубанская пивунья балалайка». Его педагог Эльвира Умирова считает, у юного музыканта большой талант. И если желание продолжать обучение будет таким же огромным, то он бесспорно станет знаменитым балалайшником. Здесь все как единое целое, ведь попав в волшебный мир музыки, каждый начинает любить эти легкие и мощные, разнообразно звучащие инструменты, дарящие слушателям столько удовольствия, отмечает музыкант. С каждым годом Денис Свистунов все больше понимает, что балалайка с ее необычайно музыкально выразительным потенциалом во все века будет востребованным инструментом. Инструментом, в котором живет душа русского народа. Светлана Авилова, Александр Кореневский, Анапа-регион. Первое место завоевали анапчане на фестивале спортивного бального танца. Продемонстрировать свое мастерство прибыли коллективы из Сочи, Новороссийска, Славянска-на-Кубани, Крымска, Краснодара. Организаторы соревнований «Анапчане» – танцевально-спортивный клуб «Альянс». Участниками турнира стали более 400 спортсменов. В категории соло-юниоры каждая из девочек скользила по паркету, подобно золушке, попавшей на бал. На смену энергичным движениям «Ча-ча-ча» или самбо приходили спокойные, плавные, скользящие по вальса. Атмосфера в зале была накалена. Судьи целый день работали в напряженном режиме, стараясь точно отследить все движения танцоров. Организаторы фестиваля – за массовый спорт. Поэтому буквально все участники-юниоры получили медали. По количеству общих баллов анапские клубы среди других команд завоевали первое место. Это коллективы «Эврика», «Современник», «Империя танца», «Созвездие» и хозяева паркета – танцевально-спортивный клуб «Альянс». В спорткомплексе «Витязь» проходит первенство России по тэквондо среди юниоров. Итоги первого дня соревнований и планы сборной по тэквондо – прямо сейчас. Первенство России среди юниоров открыли парадом участников. 653 спортсмена представили 57 регионов. Президент Союза тэквондо России Анатолий Терехов приветствовал участников соревнований, хозяев спорткомплекса «Витязь» и передал благодарственное письмо в адрес главы города-курорта «Анапа» Сергея Сергеева. «Анапа» пока неофициально выступила инициатором проведения и взрослых соревнований. И в первый день соревнований спортсмены разыграли пять комплектов медалей в разных весовых категориях. «Это не просто первенство России среди юниоров, а это и очередной этап или последний этап участия нашей команды, формирования нашей команды на отборочных играх, юношеским олимпийским играм». По результатам первенства среди юниоров победители соревнований в марте в Тайбэй докажут, именно они должны войти в состав сборной для участия в юношеских олимпийских играх. А пока в Анапе, отыграв по три раунда, по две минуты, в категории 73 килограмма Халид Музаев из команды Чеченской республики уверенно отбил золото у Ивана Морозова, представляющего Иркутскую область. 9-2 итог поединка. Среди мужчин весе до 59 со счетом 17-15 выиграл Сергей Зимцов, оставив противника Али Халифаева довольствоваться серебром первенства. В поединке тяжеловесов Тэквондо – 78 килограмм – в финале встретились Олег Кириллов, Челябинская область, и спортсмен из Кабардино-Балкарской республики. Со счетом 7-8 победу одержал Султан Сулаев. «Очень серьезный соперник в финале. Я с ним встречался еще на позапрошлой России, тоже в финале. И там выиграл, и сейчас тоже очень сложный бой был». «Бои сложные были, но все равно, слава богу, выиграл. Я просто ожидал вот этого первого места, и, слава богу, выиграл». Среди юниорок в категории 44 килограмма первой стала Регина Сахауддинова из Челябинска. Ее землячка София Фрешко отбила золото у Миланы Хаунежевой. «Очень устала, и тут выиграла неожиданно. Слезы счастья. Тяжело было. Особенно последний бой был очень тяжелый». Победители первого дня соревнований названы. Игры первенства России по Тэквондо среди юниоров пройдут в Анапе до 3 февраля. Планы на предстоящий спортивный год сборной уже определены. «Грандиозно действительно захватить Рио. Официально в планах у нас привезти две медали – серебряную и бронзовую. Это официальные планы. Хотя наши последние результаты, особенно результаты Манчестера, где мы были первыми, говорят нам о том, что вполне по силам привезти оттуда и золото». А пока юниоры продолжают бороться за медали первенства России. Наталья Пухальская, Максим Логоша, Алексей Мухортов. Анапа. Регион. 7 февраля в Сочи состоится самое ожидаемое в мире событие – торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр. А в Анапе в этот день тоже пройдет праздник. Мы так долго готовились к зимней Олимпиаде в Сочи, столько сделала для нее Анапа и анапчане, что в день открытия Олимпийских игр 7 февраля трудно представить, что мы в этот день не соберемся вместе. Оргкомитет по проведению акции «Мы верим в победу России» обсуждает последние штрихи подготовки к этому событию. Это масштабное мероприятие. Оно позволит быть нам вместе, испытывая гордость за страну и сопереживать тому, что будет происходить на главном Олимпийском стадионе. 7 февраля в 19 часов ведущие праздника вместе с нами примут участие в грандиозном Олимпийском флешмобе. Форма одежды – спортивные теплые куртки, шарфы и шапки. Настроение бодрое. Дорогие друзья, 7 февраля здесь на Театральной площади состоится акция «Мы верим в победу России», которая приурочена 22-м зимним Олимпийским играм в городе Сочи. Специально для вас будет организован большой экран, на котором вы сможете увидеть прямую трансляцию с Олимпиады. Поэтому ждем всех здесь, в 19.00 на Театральной площади. Давайте все вместе поддержим нашу Олимпийскую сборную и пожелаем больших и ярких побед. Увидимся! На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на выходные. Прогноз погоды выходит при поддержке нашего партнера – мебельного центра «Ксюша». Весь январь в салонах мебели «Диемай» получите в подарок 25% гостиной из коллекции «Токио» и «Милано». «Диемай» – живи красиво! В субботу 1 февраля в Анапе малооблачно и без осадков. Температура воздуха днем минус 8, минус 10, ночью до 10 градусов ниже нуля. Ветер северо-восточный, порывистый, до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 775 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 3 градуса. В воскресенье 2 февраля ожидается солнечная и ясная погода. Температура воздуха днем минус 3, минус 5, в ночь на понедельник до минус 7. Ветер северо-восточный 10 метров в секунду. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 3 градуса. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Субтитры создавал DimaTorzok